Здравствуйте! Меня зовут Сергей Кайнов. Мы в студии «Я так думаю». Настя Храпова, Игорь Руденко по скайпу. С солнечного берега Турции видят аномальное небо в данный момент, что-то там происходит. Зачем мы собрались и зачем вот мы товарища Игоря пригласили к нам в студию поговорить о вчерашнем событии, ну не то чтобы событии, а традиционном событии, которое происходит в стране, это 1 мая, мир, труд, май, праздник труда, трудящихся, да, я так понимаю правильно. Международный праздник солидарности трудящихся. Первый раз в России был отмечен в 1890 году. В 2017 год демонстрация на Красной площади идут все-таки радостные, мэр Москвы там, все сподвижники, в общем, как будто все хорошо. Нет, действительно все хорошо, вопросов нет. Но у нас же вот наша тема, да, то что, ну, как бы старого доброго человека труда как бы забыли, да, кто сегодня эти люди, которые идут по площади, кто они, чему они радуются. К этому празднику уже люди относятся как всего лишь к очередному выходному, чтобы поехать на дачу, открыть дачный сезон. Я ни разу не ходила на демонстрации, потому что, ну, хотя пытались на школе там выгонять. В основном выходят туда коммунисты, ну, у них это вот прям, потому что они все-таки считают, да, это все-таки их больше праздник, ну, который сейчас, в данный момент, потому что это больше история уже для нас, чем... Нету такого единения, нету такого, наверное, как в Советском Союзе какого-то вот этого патриотизма, поднятия духа трудящихся. Нет. Труд все-таки в советское время превозносился, он был вместо религии. Человек без труда осуждался, карался, его сажали в тюрьму, и поэтому самая высшая... Была статья за тунеядство? Да, да, была статья за тунеядство, сейчас ценности совершенно поменялись. У нас сейчас, как бы, труд не является высшей степенью достижения, у нас являются деньги или еще что-то. Получается, что у нас заменили, у нас был труд и пытались расти по карьерной лестнице или еще что-то. Ну нет, это скорее трудовые достижения. Трудовые достижения, а сейчас ты кем работаешь и сразу сколько ты получаешь? Меня резануло то, что это похоже было на демонстрацию, на декорацию. То есть было это похоже, что такая, а давайте поиграем в прошлое, как это было раньше. И там звучали через плохой динамик эти лозунги, славим человека труда, вот туда-сюда. В общем, такая-то ерунда. Это ведь когда люди что-то демонстрируют, что они демонстрировали вчера? Вот что они, я не знаю. По мне, это было какое-то централизованное шоу, поиграем в эти, в советские времена. Ну, может быть, это было освоение бюджета. Ну, нужно как-то... Это уже как-то другой вопрос. Игорь, есть что сказать? Скажи. Есть лимарочка, да, небольшая. Не держи в себе. Много года назад я своих сотрудников выводил на эту демонстрацию. У меня 250 человек, добровольный крич. Ребята, кто пойдет на демонстрацию? Я сам был немножко в шоке, что человек согласился, абсолютно по доброй воле, никакого давления. Все пришли, встали в колонну. Губернатор отправил для партии, давай чеки. И мы за ней прошли по Ленина, дошли до площади пятого года, послушались трибуны и разжились. Никто не уехал на дачу. Все люди были достаточно восторжены. Все это подоплека советская, которая была у нас, ну, в моем детстве, по крайней мере. Я ходил на демонстрации на эти, потому что папа был одним из партийных лидеров поселки. Все осталось, ничего не поменялось. И я бы не сказал, что людей из подфалки туда загоняют. Демонстрируют хорошее настроение, демонстрируют свою волю, демонстрируют то, что они живые. И хотят, чтобы их увидели, услышали. Вот такое мнение. Но это дань традициям все-таки, да? Они хотят этого, понимаешь? Традиция, это все-таки, ну, связано с какими-то устоями. А здесь люди по желанию этого хотят делать. Понимаешь разницу? Есть традиционные ценности, а есть то, что не надо культивировать. То, что у людей само по себе самореализуется. Я думаю, что если мы будем относиться к этому празднику как традиция, то можно его просто оставить и вообще не праздновать. Мне кажется, этот праздник просто должен переходить уже на новый уровень. Должны отмечать праздники прям в каждой организации и с помощью этого праздника сплощать коллектив. Чтобы это такой способ мотивации, выезжать корпоративами или еще. Вот именно с транспарантами совсем на площади. Но чтобы каждая организация выгодно смотрелась на... А, ты предлагаешь просто сегодня воспользоваться, превратить праздник как бы исторический в современный, созидательный, да? Да. Наша организация, я так думаю, мы в 1 мая с транспарантами, я так думаю, идем. И мы гордимся, что мы там работаем. И чтобы каждый стремился именно из предпринимателей вывести свой коллектив, чтобы еще были более оригинальные, они выглядели, да? Чтобы самые красивые, самые интересные транспаранты... Ты можешь взять логотип своей компании, сделать большой, там, знамена компании, да? Это же праздник, правильно ты говоришь, трудящихся, да? Почему раньше мы выходили все? Потому что единственный заказчик был государство. Ну да. Все. А, ну, единственная компания, единственная корпорация, это была государство. Да, и все, мы работали только на государство. И там же шли, кстати, так же, там, завод такой-то, и они несли свой завод, свои ордена, свои, да, медали, свои бренды. А сегодня так не происходит? Сегодня так не происходит. Сегодня кто идут по площади? Я в этой корпорации работаю. Так и есть. Так и есть что? Ну вот данный момент. Это корпорация, ну, государственный аппарат. Они только единственные участники этих демонстраций. Да, государство единственных. Ну, то есть мы не видим здесь коммерческих организаций. Мы видим только государственные организации. Только. А ведь это же неправильно. У нас львиную долю составляют, наверное, все-таки коммерческие организации. Если бы сюда вышли ИП Иванов, не знаю, ОАО «Газпром», я не знаю, там. Так это можно вообще использовать, как, вы понимаете, вас покажут в прямом эфире вообще на всю страну. А, это же инструмент рекламы, пиара, пожалуйста. Ты прошелся со своей компанией по Красной площади, со своим брендом. Берлингстоунская и видеопроба. И, пожалуйста. Где мы были раньше? Можно же не ставь сюда продавать. Нет, продавать нельзя. Нет, продавать нельзя. Это общий праздник. Это единственный момент, когда ты можешь по федеральному каналу... Продавать, пожалуйста. А? Чего не надо продавать? Не надо. Нет, продавать не надо. Нет, единственный день в году, когда ты без всякой цензуры от антимонопольного комитета можешь в эфирах федеральных каналов, пронести свой бренд, закричать речевку свою какую-то, и тебя увидит весь мир. Да? Это как бы дотация по рекламе для, собственно, малого, среднего и крупного бизнеса. В следующем году, в 2018, на Красной площади, мне кажется, яблоку негде будет упасть. Нет, с этой инициативой надо срочно выходить. Срочно. В эфир прямой, прям как мы сейчас делаем. Да, да мы уже вышли, мы уже говорим об этом. Прекрасный, мы сейчас, по-моему, шикарную родили идею. Немножко отступление в сторону. Мы после этого эфира, у нас планируется другой эфир. Недавно задумались о том, что мы, по сути своей, постоянно что-то креативим, что-то выдумываем всю жизнь. И, может быть, собственно, это и есть то дело, которым нам стоит заниматься, в том числе. Ну, поскольку идеи из нас все равно как бы прут и безостановочным потоком. Почему бы их просто не отпускать в мир, пусть люди, кому понравится, пользуются. Вот мы сейчас как раз креативили, по-моему, очень хорошую идею. Хорошо, ладно, давайте теперь, как говорится, закрепили интересная мысль. Я считаю, что прям достойно ее внедрять, на мой взгляд. Ладно, в любом случае, я считаю, что празднику надо этому быть. Но если давать новое веяние, действительно, через уже современность. Ну да, все же меняется. Меняются технологии, меняются отношения, меняется подход, образ жизни, менталитет. Зачем праздник тогда делать, похожим на праздник, как он шел в 90-х или 80-х? Пусть он тоже меняется, пусть он будет более высоко технологичным. Если он не будет меняться, тогда зачем он? Он просто перестанет быть. И если он нес на себе функцию именно объединять людей и, как говорится, заряжать их на целый год, на трудовые подвиги и резервы, он должен выполнять эту функцию, а не просто быть отчетным мероприятием в дань прошлых, какое-то уважение к прошлому. То есть любое действие, тем более массовое государственное действие, на которое тратятся бюджеты, выходят люди, оно должно созидать на целый год, заряжать людей. Тем более у нас активное общество, у нас до сих пор не придумали, как не трудиться. У нас до сих пор есть... Все равно 30 лет, как минимум 30 лет у нас человек трудится. Поэтому у нас больше половины людей работают. И будут работать всегда. И будут работать всегда. И даже если рассматривать художество, творчество, тоже как работу, пусть у нас роботы заменят всех нас в итоге на тяжелых, на сложных, на опасных работах, но работа или как труд, созидание каких-то там, ну там, скажем так, творческих каких-то моментов, он все равно останется. И это тоже труд. И это тоже, в общем, празднику быть. Ну, собственно, вот обсудили этот момент. Игорь, спасибо тебе, что ты нашел время солнечного побережья поучаствовать с нами в этой дискуссии. И у нас в студии, я так думаю. Я бы не назвал это дискуссией, мы особо не спорили с тобой. Абсолютно согласны все с основной реальной мыслью. Празднику быть, праздник нужен, надо его культивировать, немножко развивать в сторону, наверное, не только бюджетных организаций и чиновников, а чуть-чуть расширять. Ну, в сторону бизнеса, в сторону, да, в сторону. Пусть тоже приходят. Конечно, это важно, важно, чтобы все чувствовали себя в одной стране, в единой стране. Ну, все, спасибо всем тогда. До свидания, Игорь. Встретим тебя, да, обязательно. Спасибо, Настя, спасибо, Сергей, спасибо, я так думаю, все.